Продолжение следует... Праздник устраивает, как бы с такой иллюминацией. У меня такая ассоциация. Я понимаю, что оно может быть в любом. Просто для души. Я понял, понял. Ну, закончили. Это же... Я вам ответил, вы поняли. А вы сами куда будете, если не секрет? Из Харькова. А вы? Из Харькова? Я город Красноперекопск, Южный Урал. Ну, понятно. Написано, что-то, Крым. Ну, ладно. Випенский ставите. Ну, да. У вас тоже написано, Канада. Я понял, да. И поняли. Канадский, этот, кленовый лист. Ну, да, да. Ну, я раз написано, Канада, так надо чем-то подтверждать. Ну, окей. Вы на какие темы беседуете? Да на какие. Какая сейчас тема? Какие последствия будут после вот этого выпада Украины? Ну, я надеюсь, что... Я, в принципе, надеюсь, что Украина фрагментируется на несколько частей. Даже вне зависимости от того, проиграет она войну или нет. Если даже она ее и не проиграет, она через два года разделится под давлением внутренних экономических проблем, когда Запад перестанет ей помогать в связи с окончанием войны. Ну, а... Да, что вы хотели сказать? Что Запад? Ну, Запад, они не хочут переставать помогать. Ну, это пока она воюет. Когда война закончится, вы что же думаете, Запад продолжит ей помогать? Нет, когда закончится, это естественно. Ну, я же вам говорю, прогноз такой. Для меня цель не то, чтобы она выиграла или проиграла, а чтобы она разделилась. Потому что есть такой вариант, даже если она полностью проиграет, она не разделится, если Россия ее, допустим, полностью возьмет, как бывшую его СССР. Меня этот вариант не устраивает. Я хочу, чтобы она разделилась на несколько частей. Это возможно, даже в случае, если она не проиграет, но, я же вам повторяю мысль, года через два она разделится под давлением внутренних проблем, в связи с тем, что Запад перестанет ей помогать в связи с окончанием войны. Вот моя мысль в чем была. Ну, я понял. Ну, я вас спросил, вот за какие последствия, вот за вот эту безумную атаку, которую она предприняла на Пурскую область? Ну, какие последствия? Путин, он так немножко трусливый, конечно, он не хочет воспользоваться доктриной. Раз напали на международно признанную российскую территорию, он должен применять ядерное оружие против Киева. Ну, это не выход. Ну, не должен, а имеет право, и даже ему рекомендована доктриной. Российская доктрина есть. Что тогда будет, как будет выглядеть Россия, когда по ней это, она применяет ядерное оружие, даже, ну, по сравнению с Украиной. Если бы так, допустим, на Соединенные Штаты, я бы еще как-то согласился. Вот на Соединенные Штаты. Никакого смысла на Украину. Ну, так, вторгность-то Украина, а не Соединенные Штаты. Но Соединенные Штаты, это будет неправильно. А почему? На Украину правильно, на Соединенные Штаты. Ну, вторгность-то Украина в Пурской области, а не Соединенные Штаты. Если бы Соединенные Штаты под своими флагами вторгность, тогда да. А вторгность-то Украина? Ну, пусть, ну, вторгность-то, вторгность, да. Но немножко бедно делала. Ну, я же не настаиваю, как вариант. Ему есть такое право, но он не хочет им воспользоваться. Ну, а возможно, Путин мастер многоходовочек. Возможно, он играет в какую-то долгую игру. Например, есть вариант, он сейчас специально уступает. Вот Шарий высказывал мысль, и такую грамотную. Он сейчас специально уступает, поддается, чтобы они втянули больше бригад. То есть сейчас 4 бригады задействованы, а там еще 3 готовы. Вот 7 бригад входят в Курскую область, он их окружает и уничтожает, как котел организовывается. Ну, ловушка, башеновка. Это версия Шария. Если так получится, то тоже весьма красиво получится. Но я не уверен, дай бог, если бы так получилось. Нет, ну то, что это неожиданность была для русской армии, это да. Потому что не думали, что... Никакой неожиданности не было. В Белгородскую область вторгались. А в Курскую что, чем? В Курскую более логично, потому что там меньше плотность населения с той стороны, чем в Белгородской. Ну, типа, меньше жертв будет и меньше будет возмущаться мировое сообщество. Ну, много факторов в пользу того, чтобы именно с Курской стороны входить, а не с Белгородской. У Украины. Если принять, что входить обязательно, то с Курской ей входить как бы и безопаснее, и выгоднее. Ну, мне и так дела, так скажем, в плачевном состоянии. Ну, понятно, поэтому они этим вторжением и отвлекают внимание от плачевного состояния. Это же, в общем-то, все признают. Внимание отвлечено. Вот вы, даже вот вы тоже отвлеклись на это. Вы же не обсуждаете плачевное состояние на других фронтах, там где-нибудь в Донбассе. Обсуждаете это вторжение. Потому что внимание всех отвлечено, вот именно на это вторжение. Так что они добились своей цели. В отношении... Нет, ну, отвлечено-то, отвлечено, ну, просто, как я смотрю со стороны. Допустим, Украина, она же кинула туда не тех мобилизованных, которые она на улицах понабирала. А не кинула тогда элитные части, понятно. Ну, да, ну, вот, я понимаю, я понимаю. Ну, это понятно, тут нам можно предугадывать, есть варианты пессимистические развития, вот именно эта ситуация вторжения есть автоматически. А вот, в принципе, как вы думаете, в итоге-то там чем закончатся все военные действия? Ну, трудно предсказать. Ну, ваше желание хотя бы, или если не прогноз, в каких границах останется Украина, в которых Путин обозначил или в иных? Нет, это уже, это надо забирать и Одессу, и Николаевскую область, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую. Ну, да, левый берег, то есть по Днепру граница... Нет, ну, не, по Днепру нет дальше, потому что с той стороны это делать, как сказать, демилитационную зону. Нет, ну, дело в том, что по Днепру граница очень удобная, с точки зрения охраны, но нет, и причем обеим сторонам удобная после окончания войны. Как Украине... Да, но остается же опять же... Как Украине оставшейся? Да, что? Ну, что остается? А как же будет тогда Сумская, Черниговская область? Сумская область на левом берегу. Черниговская, да. Черниговская под вопросом. Сумская область на левом берегу. Причем Сумская? В Черниговской области. Днепр входит в Украину, в Черниговской области, из России, или из Белоруссии, я не помню. То есть Сумская и... Сумская и Харьковская полностью на левом берегу. И даже Полтавская. Но Полтавскую брать не надо. Это каноническая Украина, у них менталитет другой. Ну, где-то там. Там тот же самый Николаев и Одесса. Ну, тут сложнее. Ну, да. Там вот на юге исключение. Но дело в том, что там, наверное, запад упрется, чтобы оставить Киеву выход к морю. Тут сложнее. По мне... Зачем-то, да. Если Украина способна, как в Курской области, мне это непредсказуемое действие. Ну, зачем... Сейчас она со стороны Одессы отстреливает территорию, как это, Крыма, Севастополь. Ну, зачем нам такой сосед нужен? Нет, ну... Зачем его надо отделить, чтобы не было выхода к морю? Ну, это бы хорошо, да. Я же не говорю, что я так желаю. Я говорю, что это мой прогноз. Что Запад упрется и выход к морю и оставит. Даже, может, Одессу отдадут России, поскольку там, ну, как-то договорятся какие-нибудь, может, иные уступки. Но Западная Одесса оставит какой-то выход к морю, ну, потому что, чтобы там был, чтобы они на море могли ездить, отдыхать. Какой там Западная, я не помню, Белгород-Днестровский, что ли, или кто там, Измаил, я не помню, что там Западнее, какой порт. Ну, Западная Одесса. Украина хочет на это, в западную цивилизацию, то пусть ездит на Запад отдыхать на море, на Черном море, на тот же самую Болгарию. Ну? Так что Румыния там же выходить. Ну, я понимаю, я же, я понимаю, я рассчитываю силы, так сказать, понятно, что хорошо бы, безусловно, хорошо бы забрать и Одессу, Николаев, я же не спорю. Тут, дай бог, чтоб Харьков забрали, вернули, в смысле, освободили от 103-летней украинской оккупации. Ну, я думаю, так она и будет. Ну, я надеюсь. Хотя я не думаю, я надеюсь. Ну, я тоже надеюсь. Я буду скуку по заявлению Медведева, который он последний сказал, да? Говорит, последняя черта Продина. Да. Нельзя оставлять. Очень, очень глупо слили Харьковскую область в 22-м году. Был большой просчет генералитета российского. Ну, думаешь, закончить как бы переговорами в мягкой, малой кровью. Вообще, малой кровью, если нужно было все делать в 14-м году вовремя, а не в 22-м. А готова была тогда Россия на это имя? Ну, на Крым-то она была готова. Дело в том, что вы имеете по поводу санкций экономические, что ли? Дело в том, что санкции, если военные, то военные точно готовы. Потому что украинская армия драпала от ДНРовцев. Там ее будет четырьмя дивизиями стройбата можно было взять в 14-м году. Украинская армия была никакая. А если вы имеете в виду экономический, то есть импортозамещения еще не было, то в 14-м году санкции были по максимуму. Почему? Потому что с точки зрения Запада у России было два нарушения. Аннексия и оккупация. То есть аннексия двух регионов, Севастополь-Крым, и оккупация четырех. Севастополь-Крым, ДНР, ЛНР. Ну, полностью или частично. Им не важно, сколько там четыре региона или десять регионов. Это для Украины важно. Она теряет налоги, а для Запада это не важно. Запад за факт. А вот если бы была одна оккупация, то есть Крым бы отжали бы с Севастополем и еще восемь областей, но не включали бы в состав России, а делали бы из этого государства сателлит типа Белоруссии. Тогда бы было только с точки зрения Запада одно нарушение, оккупация, не было бы аннексии. И тогда бы санкции были меньше. Несмотря на то, что бы десять областей бы освободили. А на самом деле, вот поскольку Крым, вот Крым это тем самым допустил, был допущен эксцесс косовского прецедента. Вот в восьмом году Россия действовала идеально с Грузией. То есть отжали, признали независимость Абхазии и Южной Осетии, и все. И санкций не было. Запад немножко там повозмущался месяц, и все прошло. Потому что тогда Россия не допустила эксцесса косовского прецедента, только повторение. За повторение штата, они считают, что они ему только могут сдавать, а остальные могут только повторять. А вот присоединением Крыма был допущен эксцесс. Вот за это санкции были. И санкции были по максимуму. Потому что было присоединение. А если бы было не присоединение, а освобождение десяти областей, повторяю, санкций был бы меньше. Ну не, мне кажется. Ну или таки, но не больше. То, что не больше, точно. Ну это сама Россия, она... Ей надо много еще. Вот за эти до 22 года много Россия что-то сделала. Тогда может даже население России не было готово к этому. Ну, понятно, экономически что это? Продовольственная программа. Я вот это дело как раз анализировал. Производство только курей не так уж и плохо было в 14-м году. 14-22 год брать, в 22-м году всего на 40% производство курей было больше. А свинины на 23%, ну или наоборот. А по говядине вообще в минус ушли. То есть в 14-м году говядина больше Россия производила, чем в 22-м. Так что тут не такая уж большая разница. Не, ну я знаю, помню, что после присоединения Крыма тоже много высказываний было со стороны России. Зачем нам крылья, зачем нам эти санкции? Или хорошо, доллара была это, и поменьше это. Ну да. Люди бы как ездили везде. А если бы мы пошли дальше, чем я сам как прилагали, на полукраина в Оттябре, то западу не было уже разницы. Они уже были настроены против России. Вот именно западу не было бы разницы, и санкции не были бы больше, если полукраина в Оттябре. Что вот делается? Собирая сделать 22-м. А в чем? И санкции. И западу главное уничтожить Россию. Разорвать ее. Сделать ее как в 90-е годы. Ну я понимаю, я понимаю цели запада. Вот это их цель. А то все не важно. Ясно. Ну я понял, понял вас. Ну хорошо, это самое. И кстати говоря, если вы такой человек, я вижу, аналитик. Нет, не считай, я много просто. Много их смотрю. Ну я такой. А YouTube-то сейчас тормозит? Ну у меня и в Рутубе есть. Не, не, не. Ну если через VPN не тормозит. В некоторых регионах тормозит только аплодинг, то есть когда закачиваете. А когда смотрите, нормально. А если тормозит, тогда можно скачать, там пойти поужинать, а потом посмотреть скачанное. Тут разные способы есть. Конечно, не так удобно. Нажал и смотри. Если хочешь посмотреть, нажми это самое, скачать. Оно будет качать просто не 3 минуты, а 30 минут раз тормозит. И через полчаса можно посмотреть. Ну я смотрю, сейчас он пытался посмотреть, это все крутится, качает, качает, качает. Грузится, но никак не может загрузиться. Ну я на Рутубе тоже есть. А вот на Рутубе я пойду, потому что с ноутбука в телефоне у меня нет. На Рутубе тоже найдете. Олег Ден Клуб мой канал на Рутубе. Ну и на Ру на Ютубе тоже самое. Ну хорошо, спасибо за беседу. Всех благ вам. И вам спасибо. Я из Харькова. Вы откуда? Из Харькова. Для Торцовцы. Ага, понял. О чем беседуете? Может вопросы интересные есть. А сколько стоит у вас дынь? Дынь. Да я сейчас не в Харькове нахожусь, в Канаде. А-а-а, блин, обидно. А в Канаде почему? В Канаде? Ну, у вас на килограммы продаются в Канаде целиком. Ну, примерно 5 долларов дыня стоит. А если на скидки, то потребует. Круто. Иди в Канаду, ребят. Ну да. А вас там много, что ли? У вас какая-то... Сколько? Какой-нибудь пати. Да, на с Тикток. А, ну я, сам. В Тиктоке что, стримите в Тиктоке, нет? Нет. Ну хорошо, ладно. Hello, good day. Изложу. Методом ответа на вопрос. Какого-то. Что не понял? Из города какого-то. Я из города Торонто. А ты из какого-то? Торонто это какая страна? Канада. Географию нужно было сдавать, а не покупать в Толе. Вот что я тебе могу сказать. Да я и не покупал, и не сдавал. Это дело мое уже. Да я согласен. Я ж не против. Это хорошо, что я не против. Ты-то с какого города? На данный момент с города Николаева. А вообще откуда? Украина страна. Страна меня не интересует, я так вижу. Ты говоришь, на данный момент с Николаева, а вообще раньше где жил? Мелитополь. А, понял. Ну окей, на какие темы беседуешь, может вопросы интересные есть? Да нет, вопросов особо нету. Особо просто отвечаю на вопросы, если не задавай. Ну в крови географии там или математики. Ну в каких ты силен отраслях? Я понял, математику не надо, географию не надо. Где? Физика, химия. Историю, физику, химию. Школьную программу не надо задавать. Ну не надо. Человеческие вопросы 21 века. Именно 21 века? Ну желательно, да. Человеческие вопросы, простые, да. Ну, простые. Нравится жить в Николаеве? Нет. А что живешь там? Другого выбора нет. Почему? Многие ваши свалили в Европу там, то сё. Я жду пока дом освободят, Мелитополь от оккупантов. А если Николаев, наоборот, оккупантов захватят, что будешь делать? Куда поедешь? В Киев? Да. Или в Хмельницкий, в Винницу? Да, лишь бы не быть с оккупантами, всё правильно. Ну это как у тебя денег хватит, где в Киеве подороже, наверное, но там и работают. А ничего, то уже мои проблемы, правильно? Ну ты же сказал задавать жизненные вопросы, я тебе жизненные сдаю. Конечно, конечно. А жизненные будут по-любому касаться твоих проблем или моих, правильно? Ты же сразу обознатель, что тебе не нужно по программам, по знаниям. Ну вот я тебе жизненные сдаю. Ну окей. А что ты так против оккупантов-то строен? Может про них, вот теоретически, может лучше было бы, экономически. А я при них жил. В Мелитополе, да? Да, полгода жил. А, я думал, ты только вот успел свалить до того, как туда Россия вошла. А ещё и что, не понравилось? Да не, ну, свалить это неправильный термин. Выехать. Ну выехал, ну выехал, это одно и то же. Пускай будет выехал. Да не, ну свалить это как-то, сбежать, я не знаю. Ну хорошо, я согласен с тобой, согласен, выехал. Так что тебе не понравилось там под оккупантами? Ну как минимум то, что я не хотел второе гражданство делать. И не хотел менять гражданство, потому что я родился и вырос в Украине, и не собирался менять. Так а менять не надо. Все там, все получают гражданство российское, оставляют себе украинское. Вот в Херсонской, Запорожской области. Нужно делать было гражданство Российской Федерации. Да. И выполнять конституцию, которую указывают. Да, да, а от украинского, то самое интересное, в Крыму заставляли отказываться, в Крыму, а у вас нет. И в Запорожской нет, и в Херсонской нет. Ты вполне мог легально оставлять себе украинский, украинский паспорт мог оставлять. А мне не надо, я не хотел. Ну я понял. Мне хватило того времени, в котором я прожил там, при этих пидорасах. Мне этого хватило. Ну я тебя понял, да, не понравилось, я уехал в Николаев. Ну хорошо, ладно. Надо ждать, пока пидорасы выждут, а потом вернутся к себе в чистый дом. Я согласен. Понятно. Ну ладно, есть ко мне вопросы, может какие появились? Нет, нет, абсолютно нет. Ну давай, успехов тебе. Взаимно, взаимно. Недолго музыка играла, недолго, пока я танцевал. Фразовики, что вы хотели спросить? Хотел спросить, вы откуда? Я из Харькова, а вы? Я из Гаржа. Вы празднуете приходу в Россию? Ну так, пройдет Россия, будем праздновать, а пока я праздную выход в чат-рулетку. Тоже неплохо. А вы откуда приехали, вы откуда приехали в Бельгию? Я приехал из Киргизской Советской Социалистической Республики. Что, еще до 91-го года приехали, получается? Практически, да. А, ну понятно, понятно. А как вы думаете, зачем вообще российские большевики, Ленин и Троцкий, отдали русский город Харьков, Украине, в 1918 году? Судить надо было. Их? Ну, Троцкого и убили ледорубом. А вот Ленин еще лежит в мавзолее, да. Судить надо было. А вот, ахерить, да. В Мексике, в Мексике нашли, и откуда в Мексике нашелся ледоруб? Ну, что, искать-то не трудно было, он же был... Почему его убили? Потому что он имел среди коммунистов западных, особенно вот американских, больше популярность, чем Стали. Даже, ну, даже как, извините за мою латынь, пиздиш как Троцкий, ну, много чего говорил, ну, вот. Ну, да, 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 я понимаю. Язык, язык его, враг его. Да, да. В Мексике ледорубом. Ну, да, да. Это точно так же, как вот, не помню фамилия, имя, чувак, который вертолет угнал из России. На Украину. Ну, его, по-моему, просто убили, пристрелили. Ну, и восемь раз машиной переехали. А, ну, да, да. Ну, это же труп, по-моему, это же труп переехали. Это уже не считается. Это разве не считается, что демонстративная казнь? Ну, да, я что-то не скажу. А другие, а другие, призадумайтесь, вы хотите такой же судьбы за полмиллиона долларов, вы хотите это же, вам будет это же. Ну, я с вами согласен, согласен. И до сих пор не нашли, и до сих пор не нашли. Ну, да, да. Ищет полиция, нет, ищет милиция, ищет пожарные, ищет дома управления. Ищет пожарные, ищет милиции. Некого парня в нашей столице, вроде так. Ищет везде, но не могут найти парня какого-то лет двадцати. Вот, ищет, ищет. Ну, сразу уже клеймо поставили КГБ, лично Путин. Ну, я понял, да. А как по-вашему, я так понял, вы любите по этой теме, вот, укророссийского конфликта разговаривать? Абсолютно нет, абсолютно. Я далек от этого. Ну, чем закончится в итоге, в каких границах останется Украина по окончании, по-вашему? Вы спросили, я могу отвечать, да? Да. На мой взгляд. Автор Венгрии заберет свое, Польша заберет свое, Россия заберет свое, и все. Я с вами согласен. А в Украине что останется? Наверное, Киев останется. Я думаю, что останется вот Киев, Житомир, Хмельницкий и Винница. Я не такой знаток географии Украины, но кому-то долги выплачивать надо. Ну, вы абсолютно... Кого-то оставят, кого-то оставят козлом отпущения, кто будет... Ну, а кого все? Я с вами согласен. Все долги повесим. Я... Тут дело не только в долгах, а дело в том... Дело, что где проживать различным ампутантам этой войны. Скажите, пожалуйста... Да. Скажите, пожалуйста, а вот у вас флаг, это флаг какой страны? Это не флаг страны, это флаг города. Флаг... извините. А флаг какого города? Города Торонто. Города Торонто. Супер. А вот выше флага портрет... Портрет Александр Второй. Миротворец. Нет, миротворец Александр Третий. А это реформаторы или освободители, он называет. Да, освободители, да. Что-то у меня камера погасла. Заходите на мой... А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Но не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из-за... Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм это не очень дорого. И вообще во всем мире яйца меряются в килограммах, а не штука. Вы что, издеваетесь что ли? У нас в килограммах измеряет. Вы что издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. И все равно. Разные, разные. И цена разная. Игорь Владимирович. Одна цена у крупного яйца, другая цена. Правильно. А если взять их в килограмме, взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная жопа. Наверно зря жалел Деникин хамов. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов. Минократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Воронеж передали в 1922 году. Воронежской области. А в 1922 году Ильевская область где была? В Австрове, Ангрия. Опа, так это не дунающих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это. За то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Аркашевский групп. Мы сделаем украинским угрозом. Пытаясь. Да, да. Украина, кто? Да, все же. Ну, по крайнейшему. И по конституции, еще раз заявляю, власть в Харьковской области четвертая и сильная. Мы не позволим никому учиться жить. Я уверяю вас. Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гвоздкой власти. Будет только Харьковской. Будет только Харьковская область. Но ты мне улица родная. И мне погоду дорога.